Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! Что это означает? Я думаю, что когда у нас с вами есть страх Божий, или же понимание того, что Бог является источником совершенно всего сущего, то это дает нам право претендовать на божественное здоровье. Я не имею в виду, что мы будем иметь здоровье как у Бога. Я имею в виду, что мы с вами будем иметь божественное здоровье, то есть источником которого будет Бог. Плюс, да, мы будем иметь право на божественное исцеление. Когда мы с вами не имеем страха у Божьего, когда мы ропщим, когда мы не доверяем Ему, когда мы не чтим, не почитаем Его, я думаю, странно было бы со стороны Бога бездумно быть таким открытым для даров. Когда наши дети, которых мы несомненно любим, нас огорчают, то прежде чем мы что-то им дадим, мы пытаемся вразумлять их. И я думаю, что прежде чем Бог начнет действовать в нашей жизни своими чудесами, Он будет нас вразумлять. И когда у нас с вами есть страх Божий, это говорит о том, что мы имеем определенную степень этого вразумления. Итак, для того, чтобы претендовать на что-то Божье, чтобы получать исцеление, нам необходимо почитание Бога. Вторая вещь – это питание для костей, или, говоря другими словами, укрепление от Бога. Мы часто нуждаемся в том, чтобы Бог утвердил нас, укрепил, сделал нас сильными, чтобы мы могли перенести то или иное испытание. И для этого тоже нам необходим страх Божий. Вот это вот уважение, знаете, такое почитание, понимание силы Божьей, чтобы всякий раз, когда обстоятельства складываются каким-то не очень благоприятным для нас образом, мы могли, грубо говоря, просто спрятаться за его спиной, убежать к его ногам. И вот когда мы с вами боимся его, мы так и поступаем. Мы не пытаемся решать проблемы сами, мы не пытаемся уповать на каких-то других богов или источники силы. Мы бежим и прячемся за спину нашего Отца. В этом есть огромное благословение, которое дает нам страх. Субтитры сделал DimaTorzok